Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Моя подруга настоящая рукодельница, поэтому любой предмет в ее руках может обрести новую жизнь и стать чем-то другим. А недавно она пришла ко мне в гости и принесла с собой очень вкусные печенья, которые мы с ней тут же почти все и съели. Но главное не то, каким было само кушание, а то, в какой таре оно было принесено. Часто так бывает, что хозяюшка готовит очень много десертов и сладостей, которые она с семьей просто не может съесть в один присест. Так что у нее остается еще много вкусностей на потом. И лучше всего в таком случае раздать их другим. А чтобы не дарить печенье, пирожные, булочки и прочие лакомства в банальных полиэтиленовых пакетах, их можно вручать в симпатичных белоснежных коробочках. А чтобы сделать их после приготовления десерта, нужно взять острые ножницы, пластиковые одноразовые тарелки с расчетом, что из одной тарелки будет сделана одна тара, скотч или клейкая лента. Итак, первым делом следует согнуть два края тарелки так, чтобы между линией изгиба были параллельны друг другу, а затем разогнуть и согнуть другие края тарелки, чтобы после их разгиба на дне емкости можно было увидеть прямоугольник. Далее берем ножницы и делаем надрез в размере 5-6 см с противоположных концов тарелки. После этого поднимаем две стенки и хорошенько фиксируем их в таком состоянии, подержав 30 секунд. Далее приподнимаем и остальные стенки будущей коробки. Заводим мы заранее поднятые стенки и соединяем друг с дружкой крест-накрест. Вот и получился у нас макет коробки. Осталось лишь взять скотч и скрепить стенки коробочки на месте их стыка с двух сторон, а после этого останется лишь украсить тару для десертов по своему усмотрению. Например, можно перевязать ее лентой, а сверху сделать множество разрезов на коробке и слегка загнуть их, чтобы они напоминали волны. Вот и все, осталось положить внутрь лакомства и можно отнести их к тому, кого хочется угостить. А сможешь ли ты сделать такую прекрасную тару? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru